с начала вторжения в украину прошло много времени россия несет огромные потери отступает успехов так называемой военной операции абсолютно нет уже вся киевская область освобождена от оккупантов но кое в чем кремль преуспел объединил против себя весь мир премьер-министр польши призывают ужесточить санкции против россии так как они не работают на и лучшим доводом наилучшим доказательством является укрепляющийся курс рубля который является своего рода лакмусовой бумажкой экономической силы страны и курс возвращается к показателям зафиксированным до начала войны накануне в белом доме заявили что курс рубля был надежным индикатором ситуации в российской экономике в первые дни после 24 февраля однако сейчас это не так центробанк и правительство россии предпринимают искусственные меры по поддержке рубля и накачивают его в кремле с такой оценкой не согласились и подчеркнули что на курс рубля можно ориентироваться при оценке ситуации в экономике россии и страна может получить за нефть и газ 321 миллиард долларов в двадцать втором году это на треть больше чем в двадцать первом но это возможно лишь в том случае если не будет введена эмбарго на продаже энергоносителей даже без эмбарго объемы добычи и экспорта нефти в россии уже начали падать по прогнозам международного энергетического агентства объем добычи нефти в апреле может сократиться почти на четверть и если говорить о сокращении то уменьшится аудитория и в youtube в россии его могут заблокировать уже с понедельника министерство образования велит вузам срочно перенести всю активность на ru tube и вконтакте из приказа следует что завершить перенос следует к 4 апреля роскомнадзор уже делал youtube несколько предупреждений однако раньше в кремле боялись роста социального напряжения в связи с блокировкой но теперь им стало безразлично никто не считается с простыми россиянами не говоря уже об украинцах на территории украины каждый день прилетает много ракет еще и на противник здесь не удар трема ракетами по насиленному пункту в одесском районе закатного комплексу и скандер скрыму я постраждали мы так всего назову шума я обещаю чего не пошкодую за кожный пуск ракет то за кожный обстрел нашей земли слава украине из-за постоянных бомбежек и наземных атак представители международного красного креста не смогли попасть мариуполь для успеха операции крайне важно чтобы стороны соблюдали договоренности и предоставили необходимые условия и гарантии безопасности в данной ситуации красный крест будет выступать в качестве нейтрального посредника сопровождающего население мариуполя в другой город в организации считают что присутствие представители гуманитарного движения предоставит колонне дополнительную защиту но все мы знаем российскую армию в них нет ничего человеческого они вместе со своим шефом путиным настоящий позор человечества а теперь эти самые военные в норовле гомельской области открыли базар для сбыта награбленного имущества в ассортименте можно найти стиральные и посудомоечные машины холодильники драгоценные украшения автомобили велосипеды мотоциклы посуду ковры произведения искусства детские игрушки и даже косметику но при этом мы конечно не будем забывать что народу кроме космоса ядерного оружия и прочее надо еще нормально питаться одеваться и стиральные порошки чтобы были а в мозыре тоже гомельская область скапливаются российские военные камазы из которых солдаты выгружают пакеты с вещами полученными путем мародерства награбленные отправляется в россию службы экспресс доставки сдек людям нужны не порошки людям нужна свобода и мирное небо над головой и в российских городах проходят антивоенные акции но путинские полицаи жёстко задерживают людей уже при подходе к местам сбора в москве и санкт-петербурге людей массово задерживают полицейские не представляются и не объясняют причину задержания в парке заряди например задержали девушку в платье невесты а в новосибирске спасатели сняли с дома украинский флаг в квартире где он был вывешен живет 60-летняя пенсионерка к ней постучались полицейские она не стала им открывать дверь тогда на место вызвали спасателей которые спустили с крыши и сорвали флаг все точно как в беларуси на тему схватил работает разрывай его как-нибудь против войны выступают и на уровне стран италия готова стать гарантом нейтралитета украины а турция готова выделить корабли для организации эвакуации населения из мариуполя в портовом городе идут бои многие смогли выбраться но более ста пятидесяти тысяч человек еще остаются под обстрелами эвакуация по земле постоянно срывается турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами россии и украины папа римский франциск тем временем сообщил что рассматривает возможность поездки в киев а ес признает украину кандидатом члена евросоюза и примет участие в ее послевоенном восстановлении мы признаем украину кандидатом на вступление в евросоюз официально и быстро это я обещаю вам от европейского парламента и пока весь мир пытается прекратить войну россия наоборот накаляет обстановку медведев назвал раздел речи посполитой возвращением белой руси в родную гавань его рассуждения основываются на концепции обосновывающей претензии российской империи на все земли населенное православным славянским населением при этом игнорируется тот факт что сегодняшние белорусские земли до разделов речи посполитой никогда не входили в состав россии с раннего средневековья на белорусских землях существовали полоцкое и туровское княжества затем великое княжество литовское которое в итоге сформировала конфедерацию с польшей в виде речи посполитой сейчас же конфедерации нет но есть простой союз с россией которая любит устраивать провокации в том числе на своих землях это украинская ракета оставившая воронку южнее белгорода на самом деле прилетела с территории россии это стало понятно после того как удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты оказалось что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении а ракета прилетает слева то есть с востока или северо-востока а значит с территории россии наконец-то мы поняли кто есть кто кто наши друзья кто наши враги кто наши партнеры может быть и не очень и наконец-то мы задействуем все те силы белорусско-российские для того чтобы иметь свое ну как советский союз когда-то имел только на более высоком технологическом уровне создадут ли два полумных деда советский союз версии 2.0 это именно то зачем мы будем внимательно следить беларусь она была давным-давно есть и мы уверены будет действительно нашим ближайшим союзником эта страна с которой нас объединяет самая глубокая степень интеграция из тех которые вызрели на территории бывшего советского союза подписывайтесь на наши каналы чтобы всегда быть в курсе событий поддержать редакцию нехта вы можете через paypal или patreon слава украине живи беларусь нет войне а а а Продолжение следует...